меня зовут наталья это волонтеры чтобы помощи пожилым людям у меня есть на сегодня ваша заявка на покупку продуктов все верно хорошо поняла давайте с вами запишем список продуктов чтобы я вам сразу все приобрела и уже к вам приехала с продуктами у меня сегодня 10 заявок это все заявки заречья я беру свой район но шесть из них в одной больнице и 2 в других совершенно в других районах и 2 продуктовые заявки до этой ситуации с вирусом я в эти компании работала менеджером когда режим самоизоляции объявили увидела рекламу вот акции мы вместе подумала что наверное вот этот тот сам момент когда можно помочь людям которые в этом нуждаются ну до этого я помогала только в основном животным волонтерство это вообще мой первый опыт на самом деле трачу практически все свободное время утром могу поехать в больницу рецепты выписывать в обед за лекарствами а вечером уже по пенсионерам отдавать им это все какое масло еще раз светлана бинтарина поставить какое масло ну мой волонтерский день начинается примерно вот этого места это мой дом мне дают заказ присылает номер телефона имя фамилию отчество но всю информацию про пожилого человека и я обрабатываю этот заказ светлана дмитриевна это эдуард да нет нет нам и нельзя с двух сторон до до почерк понятием сегодня вот я взяла 10 заявок это большая нагрузка я проведу с этими заявками весь день мне вот врач всемашка написала где мне что нужно получить потому что она сама обзвонила все аптеки чтобы узнать где именно эти иглы тест-полоски можно взять если было больше волонтеров можно было бы заявок взять поменьше в принципе было бы поменьше нагрузка большим вниманием можно было уделить там даже хотя по телефону поговорить с пенсионерами в очереди очень много пенсионеров хотя каждый раз когда их обзванивают чтобы они получили лекарства им говорят что они могут вызвать волонтера и дают два номера телефона федеральной региональной линии ну или просит прийти родственника если у кого-то эти родственники есть но к сожалению самоизоляцию многие нарушают крик о помощи так сказать о доставке наборов продуктовых одноразовая бывает продукту продуктовая помощь бывает губернаторский набор это была помощь очень довольно-таки хорошая она весила 14 половиной килограмм в коробках и так как соцработники уже не справляются с такой нагрузкой и развозить им тяжело и собирать тяжело мы помогали с этим то есть кто-то сам волонтер может на своей машине и отвезти и отнести уже непосредственно пожилому человеку привозить такую помощь но они правда удивляются они говорят ну что действительно на вот прям бесплатно просто продукты дадут вот на самом деле это плохо что люди перестали верить уже в добро такое бескорыстное но я думаю эту веру можно вернуть с помощью волонтеров в том числе магазинах супермаркетах если они узнают что мы волонтеры но иногда чтобы пробить там карту скидочную заботой приходится говорить что да я волонтера все всегда нам улыбаются говорят спасибо вам за вашу работу спасибо моё солнышко путь бог дать дороге спасибо спасибо большое я чем-нибудь обязана нет ничего не обязаны не болейте здоровье очень на сегодня заявки закончились день был насыщенный нам очень нужны новые волонтеры люди пожалуйста не будьте равнодушными скорее записывайтесь на сайте добро.ру на помощь пожилым людям при коронавирусе